Боже, хохлы настолько тупы, блядь, что у них в голове вместо мозгов сало. Я говорю, вот там, сидеть, лежать, всосать, не двигаться. Твоими в рот и в жопу, в рот и в жопу. Анальная прошмантовка, лобковая ша и просто баребух на очке моей собаки, блядь. Мне похуй на себя, я готова умереть за свою родину. Я считаю, что если уничтожать, то от мала до велика, как во время чумы. Спасибо. Я тут на время перестала хуйсосить салоедов. Ребята, не разлопляйтесь, сейчас тетя немножко отдохнет, вернется. И хвост и в гриву, блядь, я вас выебу. Вот фото, посмотрите, это тот, кто будет вас ебать в хвост и гриву. В случае, если вы салоед. Я на самом деле не знаю, про кого она говорит. Допустим, я родился в Украине, сало в жизни не ел. Знаете, я не буду здесь заниматься, какая-то нация плохая, какая-то хорошая. Ну, это слишком масштабное понятие, нельзя такими говорить, вот как она говорит салоеды. Зачем хуесосить всю нацию? Зачем вообще этим заниматься? То есть, к нации украинцев принадлежит по всему миру более 50 миллионов человек. То есть, по факту, ты себе создаешь 50 миллионов врагов. Самое интересное, что она недавно снимала видео, где она рыдала, потому что слили ее домашний адрес. И теперь она живет, я так понимаю, в большом стрессе, что как бы рано или поздно расплата-то придет. Я повторю то же самое, что в прошлом видео говорил. Возмездие стоит ждать как раз-таки не от украинцев. Возмездие стоит ждать от своей собственной страны, когда нормально заработает Конституция Российской Федерации и Кодексы. Когда сменится власть и все начнет налаживаться, она, скорее всего, понесет ответственность за разжигание межнациональной ненависти и расизм. Боже, хохлы настолько тупы, блядь, что у них в голове вместо мозгов сало, при этом российское, потому что Россия им свиней поставила в том году 20 тонн, нахуй. Пишет мне с украинского номера. Еще один кружочек твой в Телеграме увижу. 20 тонн. Настолько лень вот это даже проверять то, что она говорит, честно, я не буду этим заниматься. Просто человек немножечко даже с математикой не дружит. 20 тонн. Что это для страны, в котором проживает активного населения более 40 миллионов? В год 20 тонн. Россия это мировой поставщик нефти и чуть меньше газа. В основном нефти. То есть все те деньги, которые есть в Российской Федерации, у государства, именно доллары, это все либо отобранное у своих граждан, ну то есть как каждая страна делает, да. То есть заявляет, что вот эта бумажка теперь наши деньги, ты свои настоящие деньги, то есть доллары, мне отдаешь, а я тебе в обмен даю вот эту вот бумажку нарисованную. Ты будешь ей внутри этой страны торговать. Это сделано затем, чтобы отнять у вас деньги, то есть ваши, собственно, настоящие деньги, зеленые бумажки, доллары, вот эти ненавистные, да. Это настоящая валюта. Тем самым отнимая у вас все васосбережения, так делают все страны, практически все страны на планете, кроме одной единственной Соединенных Штатов Америки. Она всемирную резервную валюту имеет право использовать на своей территории и использует, и печатает. Ну и еще несколько африканских стран, которые просто не могут курс свой удержать, поэтому он у них улетает до тысячи процентов в день, и они просто не способны ничего другого сделать, кроме как просто разрешить своей стране торговать долларами. А пока у меня очень важное объявление. Где-то неделю назад мы запустили свою работу снова. Я имею в виду чат, где мы транслируем ставки, которые делают мои аналитики, которые вы можете повторять на собственных аккаунтах и зарабатывать на этом деньги. Кстати, 3.13. Ну, 13 плюсов, естественно, пока что. За неделю. Очень хорошо стартовали, очень хорошо пошло. Ну, в общем, кто не в курсе, у меня есть ссылка в описании под каждым из видео. Вы переходите там на сайт, и там на сайте есть вся информация, в том числе переход на таблицу Excel, и там расписана буквально каждая сделанная нами ставка больше, чем за 2 года нашей работы. Каждая. Вот буквально у нас есть специально нанятый человек, который этим занимается, заносит это все. Там всю статистику вы можете посмотреть, а также обратиться, скорее всего, через Telegram. Лучше всего обращайтесь к администратору, который ответит на все ваши вопросы, в том числе сможет принять оплату. Для тех, кто вдруг не знает, чем я занимаюсь, мои аналитики — это бывшие работники букмекерских контор, которые сейчас работают вместе со мной. Мы анализируем и делаем ставки. Некоторые из них самые надежные мы транслируем в наш чат, для того, чтобы вы могли повторять, естественно, заплату. У нас нет никакой рекламы, у нас открытый чат, можно писать, что хочешь, можно спрашивать у других пользователей. Естественно, попадешь ты туда после оплаты, конечно же. Когда попадешь, сможешь задавать любые вопросы. Собственно, я не баню ни за что. Там можно писать все, что угодно. И нету, естественно, реферальных ссылок. И это сделано специально для того, чтобы люди были уверены, что я не могу зарабатывать с проигрышей, делить ваши проигрыши вместе с букмекерской конторией процент на процент. И мне остается только зарабатывать с ваших подписок, которые вы платите. И поэтому я заинтересован в том, чтобы вы зарабатывали деньги, для того, чтобы, во-первых, у вас было чем заплатить мне, во-вторых, вы продолжали платить за эту подписку. Ссылка на сайт в описании, ну и на статистику тоже добавлю тогда в описании. Смотрим дальше. Еще один кружочек твой в Телеграме увижу, я приеду и лично тебе пизды дам. И следующее видео, блядь, нует, плачет о том, что слили ее адрес. А какая смелая-то была здесь. Приезжать не придется, скоро ваша Украина станет Россией. Когда скоро? Когда, твою мать? Почему-то войска пока только отступают, как это говорит российский президент, перегруппироваются и все следует плану. А следует оно плану, знаете почему? Потому что плана, блядь, никакого нет. Вот скажите мне, что за план? Вот хоть кто-то, назовите мне этот план. Так можно говорить все, что угодно. Знаете, даже если случится такая ситуация, что и Крым потеряет, Нагорный Карабах уже потеряла, японцы отберут свои вот эти острова курильские, и Донбасс, естественно, тоже потеряет, и Украина перейдет на часть России, начнет Россию захватывать. Ну, допустим, такой сценарий. Этого не произойдет, но допустим. Он тоже так скажет, все идет по плану. Это было плана, как бы, по возвращении территории Украины в родные гавани. Вот так вот он скажет. Знак дружбы, так сказать. Отдать территории обратно, как бы. Я вам, блядь, клянусь, если бы такое случилось, он бы так бы и сказал. А с вами в рот и в жопу, в рот и в жопу. Посмотрите на эту фотку. Это ее путешествие в Дубае на три дня. Кто не смотрел просто прошлый про нее выпуск, на три дня в Дубай туда-обратно, это проституция. Это называется либо искор, ну, как хочешь называй. В рот и в жопу говоришь. Ну, то есть, ну, пиздец. Почему это существо обвиняет других в том, в чем виновата само? Я просто не понимаю, зачем? Ну, почему что-то другое нельзя придумать? Ну, вам не привыкать? Ваши бабы, по-моему, тем и занимаются в Арабских Эмиратах. Я когда был в Арабских Эмиратах, ну, не в Дубае, а в Абу-Даби, я кроме русских там никого не видел, блядь, из наших русскоязычных. Ну, о чем ты говоришь? Не, я понимаю, что там есть украинцы, просто русских. Их, в принципе, больше. Поэтому, как бы, везде, где вот путешествуют наши люди, везде русских будет больше. Просто потому, что их больше по количеству. Неужели это так сложно понять? Ну, кроме, да, вот сейчас вот наступил такой мир, когда в половине мира русских будет меньше, чем у украинцев. Просто потому, что, ну, как бы, нельзя. И вы не подумайте, что я здесь злорадствую или что-то насмехаюсь. Ни в коем случае я искренне сочувствую тем россиянам, которые попали, ну, так сказать, в заложники своего правительства. Я абсолютно не сочувствую и откровенно ненавижу тех, кто поддерживает нынешний режим и пытается давать оправдание. Ну, встаньте на мое место. Что я еще могу испытывать к таким людям? И еще больше, естественно, мне не нравится российское правительство и российская армия. Но я, в отличие от большинства людей на планете, я умею отличать те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает. И я пока что пытаюсь это делать. Не переубеждайте меня, пожалуйста. Чтоб я не начал говорить вот как все остальные. Я уже несколько раз говорила, повторяю в последний раз. До кого, когда жирафы не доходят, буду блокировать. Без возможности вернуться в эту группу. Боже мой. Все ж так хотели. Какая группа, я не знаю, но уверен, в нее очень хотели вернуться все те, кто пишет тебе гадости. У меня вот есть новость. Мид РФ ввел в санкции в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Эти конгрессмены, я вот представляю, как они сейчас сидят и плачут. Их дети плачут. Их жены плачут, что они не смогут наведаться в Россию. Боже, климат этот замечательный. А эти девятиэтажки, а эти сталинки. Ладно, сталинки, это еще нормально. Вот эти хрущевки, ух, ух, вот эту архитектуру, да посмотреть, чтобы потом вернуться домой и понять, слава богу, что ты не живешь там. Я на самом деле иронизирую, это отличные санкции. Когда вводят санкции против депутатов Российской Федерации, что надо делать в ответ? Если ты вообще что-то хочешь делать в ответ, ввести санкции против тех же конгрессменов американских. Абсолютно правильный и понятный шаг. Понятно, что конгрессменам насрать, а наши от этого зависят на полную. То есть они всегда хотели жить в этом цивилизованном мире и теперь у них не могут. А американские, понятно, что никогда не хотели. Но это хотя бы не бьет по своим гражданам. Вот это в России делается просто постоянно. Сначала президент выебывается, потом ему прилетает ответка, а третьим шагом он делает ответку на ответку, делая в третий раз хуже своим гражданам. И вот это вот раз за разом такое комбо. Удар, удар, удар. Тройной. По своим, по своим, по своим. Кстати, Украина в этом плане не сильно отличается, если что. Я просто в данном случае говорю про политику Российской Федерации, потому что у нас такая тема. Если вы вообще думаете, что мне так нравится украинское правительство, я за него горой, то нет. Я их не люблю и не любил. Просто сейчас из-за того, что Украина защищается, у президента Зеленского вскочил рейтинг до небес. Хотя до этого он уже падал на дно. То есть он бы не выиграл следующие выборы. А сейчас, по сути, российский президент взял и просто подарил вторые выборы Зеленскому. Потому что его выберут второй раз, скорее всего. Ну вот у меня складывается такое впечатление по нынешним настроениям, которые я сейчас вижу. То есть, грубо говоря, он шел, чтобы его убрать, но подарил ему второй слог. Молодец. Наверное, в этом заключалась цель всей спецоперации. Анальная прошмантовка, лобковая ша и просто баребух на очке моей собаки, блядь. На очке твоей собаки? При этом показывает свою... Ты собака? Она сейчас собакой себя назвала? Я не... Что-то там на стороне про меня подпездывает, записывает, выкладывает и просто транслирует через свой сливной бачок. Не знаю, о ком она сейчас говорит, но на самом деле вот этот контент... Я очень рад, на самом деле, что она есть, она существует. Это для меня благо. Тьма. Тьма контента. Я могу снимать про нее и снимать, а так пока просто всех не заебет. Вы не представляете, как сложно с вот такими вот психами найти как бы видео. Вот как раз вот оно. Оно из себя. Вот оно просто лучшее, что можно взять, знаешь. Типа вот просто хуже вот человека, чем она. Сложно себе представить, и поэтому она идеально подходит. Я их просто не понимаю. Я как человек, который прошел эволюцию Дарвина... В этом факте, который она озвучивает, у меня складываются большие сомнения. Закрадываются. Не то слово использовал. С ними на разных ступенях, блядь, развития. Если ты, блядь, вот так вот разговариваешь, нахуй, то да, у нас с тобой разные ступени развития. Эти люди пытаются меня задавить эмоционально. У меня просто один вопрос. Почему она постоянно выбирает то, в чем виновата сама в этом же сраном видео? Она просто на эмоциях орет, у нее слюни изо рта летят. А ты, блядь, корчит, здесь стоит. Она руки свои чуть ли не суставов не выламывает во время жестикуляции, и она кого-то в эмоциональности. Это человек, прошедший эволюцию Дарвина, я прошу заметить, как бы, ну, с ее слов, как бы. Она ж утверждает, что она ее прошла. Я говорю, вот там, сидеть, лежать, сосать, не двигаться. Больше прососать, потому что каждый раз, когда она сейчас это говорит, мы с вами понимаем, что, как бы, рыльца-то в пушку, блядь. Люди, которые занимают одну позицию, кто-то за Россию, кто-то за Украину, начинают натравливать друг на друга, блядь, сраться между друг другом. Кто это, блядь, интересно? Я не знаю таких людей. Где у нас эти люди? Человек, прошедший эволюцию Дарвина. Просто пиздец, у меня вопрос. Люди, вы разбираетесь в политике хотя бы немного? Я просто не знаю, как это комментировать. Уже у меня эмоции. Я сейчас начну тоже дергать руками. Понимаете, что у нас два не самых здоровых президента, которые решили учинить войну в 21 веке, блядь. Ты че, блядь? Ты че, солнцеликов это оскорбляешь? Я не знаю, что это, блядь. Что это за риторика? Почему? Как будто просто ее сестра-близнец, блядь, снимает. Это кто, блядь? Кто тебя заставил? Там пистолет, походу, где-то за кадром на голову наведен. От этого страдают обычные люди. Да ты что, ебать? Что? Пиздец, я не верю своим ушам. Мы с вами, блядь. На кой хуй вы поносите-то друг друга? Вы, говорит. Вы, говорит, поносите. Украина значительно меньше нас. Ну, отправьте вы 100 рублей. Ну, помогите тем, кто в этом нуждается. Блядь, слезы, слезы умилило просто. Просто. 100 рублей. Я очень гуманная, я очень добрая в этих вопросах. Блядь. И хвост, и в гриву, блядь, я вас выебу. Я очень гуманная, говорит. Я не делю людей на нации, на какую-то локальную принадлежность. Нет, они для меня, в первую очередь, люди. Блядь. Ой, сука. Я считаю, что если уничтожать, то от мала до велика. Как во время чумы. Спасибо. Мое почтение, блядь. Пока, салоеды, за две недели. Следующее видео в моей подборке, вот после прошлого. Успели выкупить половину наших российских пабликов, блядь. Что? Успели выкупить половину российских пабликов? А тебе в голову не приходит, что нормальные люди не хотят войны, не хотят травить никого, там, ну, в смысле, по расовой и этнической принадлежности? Может, им стыдно за то, что делает их правительство? Мне многие говорят, я не шучу сейчас. Знаете, исключая самых одаренных людей на ютубе, типа Стаса и как просто, обычно мне люди пишут, блогеры пишут, обычные люди, с которыми я работаю, которые на меня работают, русские, они говорят, нам стыдно, нам стыдно за наше правительство. Мы его не выбирали, и я бы на их месте испытывал бы то же самое, потому что мне стыдно за мое правительство просто постоянно. Ну, как мое украинское. Пока они успели запустить ботов по всем социальным сетям, на всех языках мира, которые сейчас просто трезвонят. А, то есть то, что весь мир ополчился против России, это украинцы выкупили. Вот прям выкупили все. Выкупили американские все до последнего, практически все, там, может, Такер Карлсон как-то выражается, знаете, неоднозначно. И то, понятно, он осуждает, но у него, короче, другая точка зрения, имеет право. Ну, короче, большую часть всех американских, европейских, не только СМИ, правителей этих государств, министров, президентов, подлые украинцы, всех выкупили. И русские ублюдки, хотя это абсолютно не так, бля. Если ты сейчас в этом видео скажешь, что все русские как ты, то другого выбора у всего остального мира, кроме как называть русских вот так, как ты назвала, ни у кого не останется. Поэтому я бы на твоем месте признался бы, что ты, там, не русская, а, там, ты какой-то, там, марсианин. Чтобы мы все подумали, что ублюдки это марсианин. Где-то бомбят, блядь, все это снимают, у них журналисты работают в активную прям. Ты пытаешься меня здесь убедить в том, что мои собственные родители, у которых есть квартира, в одном доме со мной, у меня там же квартира, врут мне по поводу того, что в соседний дом упала неразрывавшаяся ракета. Повезло, что не разорвалась, слыхвали, господи, российскую коррупцию в армии. Никогда не думал, что коррупция спасет жизнь, или как минимум имущество, мне и моим родителям. Я всегда считал коррупцию злом, но сейчас я просто молюсь на российскую коррупцию. Как хорошо, что продали и просрали просто все, что только можно в этой армии. До того дошло, кстати, что да, руководителей садят, то есть одного уже как минимум точно посадили, он уже сидит в СИЗО. И ему вменяют, как вы думаете, что? Коррупцию. Коррупцию, конечно. То есть это не то, чтобы я сейчас мифы какие-то говорю. Это вам говорит официально русское правительство, посадив и возбудив уголовное дело против руководящего человека в армии Российской Федерации. Вот это постоянное вранье, когда президент говорит, что как бы срочников нет, а потом представитель Министерства обороны Игорь Коношенков говорит, что срочники, оказывается, есть. Вот буквально через несколько дней. Сейчас уже, наверное, срочников там и нет, потому что всех срочников вдруг резко переформатировали в контрактнике, просто дав им подписать контракт. От этого они срочниками, кстати, быть не перестали. Ну как, только юридически. Все те же люди, которые набраны были по срочной службе, просто сейчас, чтобы их отправить на убой, надо им как бы контракт дать подписать. Вот это все, это ж не я вам рассказываю, это не мои данные, это российское правительство рассказывает самим россиянам. Где наше ЦИПСО? Где? Где этот центр информационной психологической операции? Почему они не работают? Почему они не могут сделать примерно то же самое? Да потому что никто, даже если вот просто, я не знаю, в здравом уме предложить вот купить человека не из России, который не русский, не имеет русского паспорта, говорить что-то за войну России против Украины, ну это самоубийство. Ну нельзя такого сейчас. Никто никакие деньги никогда не возьмет. Или ты думаешь, они не пытались? Я думаю, скудных средств Российской Федерации, имеется в виду денежных, валютных запасов, сейчас едва ли хватает на то, чтобы хотя бы российскую сторону частично пытаться в чем-то где-то убедить. Мы не заставляем клеветать на украинский народ, но вы хотя бы попытайтесь как-то бороться с этими фейками. Попытайся бороться с фейками тех, кто постоянно все вокруг называет фейками, включая себя. То есть побоище в Буче это факт. Блять, страны ООН опубликовали эти снимки. Там четкие даты, там видны трупы, там видна братская могила. И все это тогда, когда еще контроль сохранялся армией Российской Федерации. То есть либо русская армия сама манекены, блять, там раскидала, либо это настоящие трупы, где, правда, можете догадаться сами. А потом они говорят, это все фейки и подстава. Они на все говорят, это все фейки. Вы понимаете, на все. В итоге, блять, страдают обычные блогеры, которые пытаются это делать, блять, а их травят до такой степени, что мы вынуждены уезжать в другие страны. Блять, естественно. А что ты хочешь, когда ты блогер, который оправдывает, ну, я не назову это геноцид, но массовое убийство мирных жителей Украины. Да хотя бы даже массовое убийство военных единиц Украины. Это тоже преступление. Нельзя вторгаться в чужую страну и убивать их даже военных. Нельзя. И если ты говоришь, что это хорошо, блять, ну, тогда получай ответ. Ну, что ж ты хочешь тогда? Ты будешь презираем и гоним везде, как бы. Ну, что... Ну, нельзя. Ну, есть какие-то общие законы в мире, как бы. Они общие для всего мира. Какие-то моральные ценности все-таки присутствуют, вот, едины для всех, что... В... Это плохо, точка. Российское правительство почему-то этого не понимает. И пытаются, вот, прожевать и втолкнуть в голову своим гражданам то же самое, что в... Это, в принципе, нормально. И вообще начали эту в... Ну, для того, чтобы не было еще больше в... Блять, это звучит даже пиздец бредово. Я даже видео одно свое так назвал. Мы начали в... Ну, чтобы не начинать в... Вдумайтесь в эту фразу, блять, пиздец. Мне похуй на себя. Я готова умереть за свою родину. Ты рыдать готова, когда твой адрес слили. Уже все, как бы. Этого достаточно для того, чтобы ты просто сразу, блять, исчезла. Мне не хочется, допустим, потерять своих близких. Если ты до сих пор не потеряла своих близких, которые вот это вот смотрят, они же, наверное, смотрят, что ты там снимаешь, то у тебя очень странные близкие. А также завтра в Ярославле пройдет митинг в поддержку Украины, на котором я пиздец бы как хотела побывать, чтобы подойти к этим гнидам. Но не могу, потому что у меня какие-то дела, где-то я не могу туда... Честно, сейчас вот очень агрессивно настроенные люди. Я вообще, кстати, это не поддерживаю. Но если украинцы где-то проводят митинг, а там появляется кто-то с противоположной точкой зрения, это опасно. Я сразу говорю. То есть я это не поддерживаю. Но это факт. Я, по-моему, просто говорю, как оно есть. К этим предателям и задать один единственный вопрос. Слово предатели. Когда вам кидается кто-то вот этим словом, вы должны понимать, что этот человек вовремя пытается манипулировать. Очень глупо, кстати. Знаете, типа она слабока в детском саду. Типа, а ты слабок не можешь. Вот то же самое. Ты никому в верности не клялся. Ты не раб своей страны. Ты не можешь ее предать, если у тебя другая точка зрения. И уж тем более ты не раб своего правительства. Ну, вообще, по сути, раб. Ладно, частично не раб. Хорошо, понятно, что мы все рабы правительства своего отчасти. Короче, что из себя представляет практически каждое правительство стран СНГ? Это люди, которые грабят тебя постоянно. Максимально усложняют вам жизнь. Ну, допустим, возьмем, вот знаете, простой банальный пример. В какой-то момент в России заблокировали порнхов. Вот зачем? Вот зачем? Ну, зачем? Это можно пережить, не так уж и важно, да. Типа, можно VPN включить, или просто можно другой сайт перейти. Можно. Но смысл этого усложнения жизни для граждан, зачем это было сделано? И вот в этом заключается. Все наши правительства, они создают для нас максимально проблемы, без какой-либо на то причины. А единственное, чего они хотят, это забрать наши деньги, которые мы зарабатываем. Отнять у нас их любыми возможными способами. Чем они занимаются? Поэтому самый главный враг русского человека, хотел сказать украинца, но это было так до 24-го числа украинца, и всех остальных это собственное, собственное правительство. Не сосед, и там, не Умерика с Европой, а твое собственное правительство. Исключая украинцев, у которых все-таки сейчас действительно самый главный враг, это не украинское правительство, а русское правительство. Если бы твой батя, сука, сейчас был на Украине, и ценой собственной жизни защищал наше мирное небо над головой, боролся с нацизмом во благо светлого будущего, стоял бы ты, сука, здесь? Ты стоял бы здесь? Помните, в эмоциях она говорила, смотрите, как оно орет. Ну, я тебе открою секрет, что у более-менее людей, у которых есть хотя бы какие-то деньги или мозги, отец там не находится. Ну, я не знаю, кем надо быть, для того, чтобы попасть на срочную службу. Есть же миллион способов, сейчас, правда, не знаю, вот конкретно в сегодняшний день, но вот до военное время, вот просто это, это ж не так-то дорого и сложно было избежать срочной службы. Все эти белые билеты, все это, все покупалось. Буквально, как на рынок, на ютубе реклама ходила, бери, да покупай, вот, пожалуйста. Ну, с этим связано, кстати, миф о величии российской армии. Не знаю, кто ее считает и почему великой. С чего вы вообще взяли, что срочники, притянутые просто за уши, под страхом отсидки, под принуждением и всяческими правдами и неправдами притянутые несправедливым законом о призыве на вот этот год срочной службы, с чего вы взяли, что это профессиональные военные, которые хорошо воюют. Это низший слой населения, который не смог откупиться. Военные, вот я сейчас буду клишировано договорить, но это в США, вот как бы там вы что ни говорили, это там, где полностью контрактная армия, и туда идут люди на профессию. Они идут за зарплату, они идут выполнять свою работу. Их не притягивают за уши, их не ловят по подъездам, они из-под палки ничего не делают, они идут туда добровольно из-за бабки. Как наемный сотрудник, профессионал идет работать на свою должность. 30 тысяч штрафа им обеспечено, но я считаю, что это недостаточно, бля. Я уже говорил, что ей конкретно светит гораздо больше за то, что за разжигание межнациональной ненависти, как только эти законы начнут работать, ее, я думаю, притянут, и 30 тысячами ты, думаю, не обойдешься. Я вам всемирный позор устрою, я вас прославлю на всю Россию, страна должна знать... Ты себя переоцениваешь, как бы, кроме таких каналов, типа моего, которые всяких фриков обсуждают, типа тебя. Собственно, тебя никто-то и не знает, с чего ты взяла, что ты там что-то на всю Россию сделаешь. Которые наплевали на те семьи, у которых сейчас отцы, сыновья ушли на фронт. Которые ты поддерживаешь. И ты радуешься, что они там мертвые лежат, 19 тысяч мертвых тел. Что думают эти матери? Как они вообще относятся, ну, там, спецоперации, все дела, то есть, нормально, им нравится, да? Давай, сына, иди, вернешься с победой. Так оно и бывает. Защищать нас с вами! Вы на них, сука, наплевали! Не-не-не-не-не-не. Вот здесь вот чисто лог. Не защищать нас с вами. Кого там? Кого? Тебя? Тебя они идут? Нет, они идут убивать. Они не на своей территории, а не на чужой территории. На территории чужой страны убивают и насилуют. В основном мирных жителей, потому что армию не могут. Ну, когда по тебе стреляют в ответ, это не так-то просто, да? А вот когда мирным жителям в затылок стрелять, это пожалуйста. Как насиловать женщин, так это пожалуйста. Кстати, про насилие. Вот этот вот комик, Нурлан Сабуров, сейчас выступает в каждом городе США и нигде ему покоя не дают. Потому что он лицемер и ведет себя как лицемер. Он, понятное дело, не поддерживает, но и не говорит об этой проблеме, что большинству людей сейчас не нравится. Так вот, на последнем выступлении вышла женщина в крови. В платье, на котором нанесла, ну там, краску красную, символизирующую кровь. И знаете, что он сделал? Пошутил про месячные. То есть к нему выходит женщина, выражая протест против насилия русских солдат над украинскими девочками. А если вы будете это отрицать, то я не знаю, о чем с вами говорить, потому что, ну вы действительно представляете, что, как я сказал, вот этот низший слой населения, все вот эти десятки и сотни тысяч солдат и ни одну женщину не изнасилуют, вот даже просто случайно вот не получится, да? Ну как я имею в виду случайно? Вот какой-то один, знаете, псих попадется. Вот даже одного случая не произойдет, да? Вот вы так считаете, что так вот не будет. Это как стоять под дождем и надеяться, что ни одна капля на тебя не попадет. Ну, это ж возможно теоретически, да, что ни одна не попадет. Может быть, да. Теоретически. Поэтому по факту сто процентов там есть такие случаи. И вот женщина выходит в рожай, а он шутит месячно. Пока ролик монтировался, выяснилось, что Сабуров, он еще, короче, приходил в разные города США, в разных штатах, и его встречали везде одинаково точно так же. И если я не ошибаюсь, в Чикаго его концерт послали нахуй. Потому что все-таки он оскорбил эту женщину, назвав там месячные все дела, а в США так делать нельзя. Поэтому концерт его отменили. Просто вот такая вот новость. То есть, если ты как бы, ну, приезжаешь, блядь, из зверинцев в цивилизованную страну, ну, надо вести себя соответственно. Прикрываться изнасилованием детей? О, хорошо, что она, ну, вот как раз об этом, смотрите, наперед. Охлов не получилось, ведь... В смысле, блядь, не получилось? Я тебе... Ой, ладно. 12-летняя девочка оказалась недостаточно маленькой для того, чтобы вызвать еще большую ненависть к России. Ну, вообще-то достаточно, потому что буквально сейчас в Калифорнии прошел митинг, митинг из женщин, американских женщин, которые выступают против насилия в Украине над женщинами, над девочками. Так что вполне достаточно. Не знаю, с чего ты взяла, что недостаточно. Они пошли дальше, говорят, русские солдаты, приставив дуло пистолета к голове женщины, несколько дней подряд насиловали ее, на глазах у ее ребенка. Хорошо, я не хотел это говорить, но мне придется, видимо. У матери моей жены есть подруга близкая, она работает патологоанатомом. К ней в отделение приходят трупы и не трупы, живые люди, как раз с вот этих захваченных территорий, с захваченных городов. Личная информация, мой собственный инсайт, можете так это считать. Изнасилованных огромное количество, гигантское количество. Более того, изнасилованы трупы после смерти. После смерти. Вы вдумайтесь. Это что касается морального облика некоторых солдат. Вы не услышите этого по русскому телевидению, да, что настолько все плохо, видимо, у некоторых солдат. У этого ребенка аж волосы на голове посидели, ебать, копать, биология за восьмой класс охуела. Ну да, учитывая, что ты, блядь, сама это придумала. Все трихологи сидят, наверное, с вот такими глазами, как так, блядь. Это не укладывается просто в биологические процессы детей. Твои умозаключения не укладываются в биологические процессы работы головного мозга человека. Я просто не понимаю, что ты несешь. Сама придумала, сама тут же сделала выводы, сама обосрала того, кто это сказал. Ты же сама это сказала и придумала, пиздец. Не то, чтобы пойти кого-то изнасиловать. У них нет времени пожрать, посрать. Чего-чего, а времени у них там, я думаю, полно. Не то, чтобы кого-то, блядь, насиловать. Плюс, у наших солдат нет пистолета. Ебать! Че, даже оружие не выдают? Совсем все плохо. Я думал, оружия все-таки хватает пока что. Сижу я там под ярким солнцем, поэтому камера перегрелась. Приходится на телефон очередной раз записывать. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok